Верховная Рада собралась на первое после майских каникул пленарное заседание. Правда, отдохнувшие нардепы законодательные чудеса так и не продемонстрировали. Но кое в чем все-таки преуспели. В едином порыве лишили мандата своего коллегу Андрея Артеменко. Проголосовали причем спринтерски, а вот как и почему народные избранники пробуксовали по важным социальным вопросам в моем материале. Опасаясь митингов и беспокоясь о нардепах, в полиции решили усилить охрану в правительственном квартале. Дежурили почти 800 нацгвардейцев и копов. А в Раде в это время взывали к тем же правоохранителям. В очередной раз указывали на провалы и призывали заняться наконец-то расследованиями. Вчера поздно в вечере был брутально и жестоко побитый депутат Миколаевской районы от самопомощи Вячеслава Панасенко. Сегодня он в реанимации. Нам модно пранкеров ловить, но не шукать правильных злочинцев. Сегодня очевидная криза правоохранительной системы, которая выступает дестабилизирующей, а не стабилизирующей силой. Потому что не злочинцев, а иногда берет злочинцев себе у тех, кто им помогает. Результатом отсутствия парламенту стало еще больше загострения кризовых явлений в обществе. Это показали события 2 травня в Одессе и 9 травня по всей стране. Влада не сделала ничего, чтобы примирить людей и найти спильные ориентиры. Наверное, продолжают не даты протиричия в обществе, что до исторических и мовных событий, а за руководством порядка денного, еще и межконфинкционных относов. Всю неделю в парламенте решили поделить на блоки. Сегодня, к слову, день ЖКХ. Однако нардепы демонстрируют чудеса оперативности не в принятии законов о политических вопросах. Минут за 10 нардепы прекратили депутатские полномочия Андрея Артеменко из-за двойного гражданства. Хотя тут же сетовали на двойные стандарты. Повноважение депутата прекращается достроково в разе прекращения его гражданства. Питание номер один. Чему президент не смог, например, позбавить гражданство пана Насирова, который, очевидно, имеет несколько паспортей? А второе вопрос о выбирательности. И я тут возвращаюсь к каждому из вас. Поднимите руки тем, кто имеет лишь гражданство Украины. Украины. Чудово, весь зал. Поэтому я обратюсь еще к ССБУ проверить каждого на наявность другого гражданства. Дякую. Не руки нужно поднимать, а если есть доказы, что в кого-то есть иное гражданство, нужно обратиться к соответствующим органам. Но в этом контексте есть еще два очень больших вопроса. Первое, это ответственность лидеров фракций, которые имеют так же, когда они смотрят свои списки, это относится к всех фракций. Я в данном случае про всех говорю. Очень четко смотреться на свои списки и другая ответственность ЦВК. В очереди же за мандатом на смену выбывшему Артеменко Валерия Зарушка в СМИ быстро раскопали, что будущий нардеп – управляющий партнер агентства недвижимости. А вот лидер радикалов Олег Ляшко гордо называют ее беженкой из Донбасса и волонтером. Как бы там ни было, депутаты в этой Раде появляются и исчезают быстрее, чем законы принимаются. Так вопросы ЖКХ обсуждали часами и в итоге отправили на наработку. Кроме переименования улиц, часть депутатов сочли важным вынести вопрос о Георгии Скаленточки. Еще один дискуссионный вопрос, который нардепы запланировали на эту неделю – церковный. Уже есть законопроект, позволяющий общине самой определять подчинение храма патриархату. Это будет создана бригада, бригады точнее, которые будут летущие по всей стране в камуфляже, в масках, в балаклавах. Бригады бандитов, которые будут ездить по всей стране, созывать сборы приходов и переводить церкви уже на законном основании киевский патриархат. Все будет сделано под прикрытием волосей. Это разжигание гражданской войны уже на религиозной почве. Впрочем, уже на старте рабочей недели особого энтузиазма у нардепов не наблюдается. К обеду сессионный зал опустел. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Владимир Самченко, Геннадий Никенко. Подробности – телеканал «Интер».